Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня будет коротенький ролик по поводу эфириума и, соответственно, Виталик Батарин у нас анонсировал книгу про Proof of Stake и основатель выпустил книгу, и это книга, которая стала сборником его заметок за последние 10 лет. Релиз книги запланирован на 27 сентября и предзаказ бумажной версии у нас, возможно, на нескольких площадках по цене от 17 до 19 долларов. Но я считаю, это копейки за такую книгу и за его опыт, то есть это действительно гений. Надежный проект, в котором я заработал большие дивиденды, это Amolix.io. Я досконально проверил репутацию проекта, команду, а также лично вложил свои средства в проект и неоднократно выводил их. Amolix.io показал себя надежным и прибыльным проектом, в котором я до сих пор держу свою инвестицию, которая на постоянной основе приносит мне отличную прибыль. Это очень выгодная позиция, если вы опасаетесь, можете начать с инвестиций с минимальной суммы в 50-100 долларов и проверить самому, что проект работает как часы. Ссылка на проект в описании под роликом. И цифровая версия книги является с подписью Бутерина и NFT за донат. По словам Эфириума, 90% полученных от продажи средств направят в фонд Гиткоин для выплат грантов и 10% издателю Seven Stories Press. И, соответственно, 19 августа разработчики Эфириума успешно перевели тест Гайерли на алгоритм и консенсус о Proof of Stake. До этого аналогичное событие произошло в тестовых сетях Robsten и Sepolia. И Tessnet, и Clean, и Ringkibi у нас на пост переводиться не будут. После миграции основной сети их закроют, как и Robsten. Ну и согласно планам команды, примерно 6 сентября состоится обновление Bellator X уровня консенсуса биокончейна. Активация запланирована на 15-16 сентября. Вот, ну, соответственно, вот эта новость. Он объявил о данной книге. И, если кто хочет, может также ее приобрести и прочитать, почему бы и нет, чтобы лучше понимать, как работает данная система. Также у нас в 2017 году Виталик Бутерин у нас топил еще о децентрализации и преимуществах Proof of Stake. И говорит, что якобы вот децентрализация. Но мы же понимаем, что децентрализации никакой нету, поэтому читать об этом нет смысла. Но имейте в виду, что он тогда еще топил за Proof of Stake. И Pool Ethermine у нас запустил сервис стейкинга Ethereum. Крупнейший в сети майнинговый Pool Ethermine запустил сервис стейкинга по второй капитализации криптовалюты. И объявил он об этом 30 августа. И минимальная сумма инвестиций составляет 0,1 ЕТХ. Вознаграждение начисляется к криптовалюте и по эференсной ставке ЕТХ Store. И получается основанная на Proof of Stake. Зарегистрированная в Австрии Pool Bitfly у нас реализовала решение о партнерстве с юридической фирмой Stadler Volkel и аудитом Moor Interaudit Salzburg. И эти инвестиции позволят предложить прозрачную альтернативу существующим службам после окончания фазы Proof of Stake mining Ethereum. Мы ранее в Ethermine говорили, что не поддержат ни один из потенциальных фореков на базе Ethereum. На базе Proof of Stake слияния замерзшего, в результате которого основная сеть перейдет на Proof of Stake, предположительно, зарегшится 15 сентября. А также платформа предложила у нас пользователям присоединиться к добыче других криптовалют, в том числе Ethereum Classic. И mining pool Unpool анонсировал у нас прекращение поддержки Ethereum с 3 сентября в связи с миграцией блокчейна. Вот, и вот у нас Unpool отказался поддерживать mining Ethereum после слияния. В том числе Ethereum Classic у нас вырос на 60% на фоне инвестиций Unpool. Нет, не на фоне инвестиций, просто крупный капитал решил его пропампить. И вот у нас вышел данный твист, что, соответственно, Unpool говорит, давайте поддерживать другие проекты, такие как Ethereum Classic. Вы встретили SEO Unpool и Ethereum Classic. И потом также у нас вышла новость в твиттере Ethereum, что у нас грядет слияние. Обновите своих клиентов. Обновление Belatex у нас планируется на 6 сентября. В 11.34 по ETC, то есть это приблизительно плюс 3 часа в 14.34 по Киеву и Москве. И, соответственно, также у нас запускается большое слияние. И запуск будет с 10 по 20 сентября. Хотя, говорят, 15-16, да, замерч. Но, как мы видим, с 10 по 20, поэтому даты еще пока что неточные. Говорит, что, чувак, что слияние лол, просто иду в пост. Будет насос, а потом свалка. Гонорары по-прежнему будут высокими. Рекламная работа. Ну, не знаю, о чем речь. Также у нас AntPool запустила новость по поводу изменения технического обслуживания. И говорит, что у нас рекомендуется майнерам ETH добавить адрес кошелька ETH в свою текущую учетную запись до 3 сентября, чтобы получить накопленные активы ETH на AntPool. AntPool продолжит предоставлять услуги пула майнинга ETH-хэш для пользователей, которые планируют продолжать добычу токенов ETH-хэш, таких как Ethereum Classic, и приложит все усилия для обеспечения стабильности. В том числе у нас получается Chilis, обменник Chilis. Я думаю, многие знают монету такой Chilis, которая показала фурор у нас в 2021 году. Объявила о поддержке предстоящего слияния ETH и потенциальном хардфорке токенов. И ожидается, что обновление произойдет в сентябре. И планируют отключить ввод вывод токенов и сеть ERC-20. Официально объявления будут выпущены заблаговременно до слияния. Но, опять же таки, слияние все и так знают, когда оно произойдет. Вот с 10 по 20, поэтому тогда и будет отключена сеть ETH и сам ETH. В случае нового форека токена цели команда биржи оценит, поддерживает ли распространение и вывод фореков, если они соответствуют нашим требованиям. Мы объявим сроки поддерживаемых токенов, если это потребуется в отдельном объявлении. Поэтому имейте это тоже в виду. По поводу цены ETH, как я и обещал, коротенький ролик, то, соответственно, ETH у нас продолжает снижаться. Скорее всего, будет снижаться. Поэтому, ребят, не обольщайтесь по поводу того, что снижения дальнейшего не будет. Оно будет. То есть, сейчас, как мы видим, такой у нас нисходящий канал. Многие могут сказать, что да, они пробиваются наверх, ребят. Но это все такое, потому что вот здесь вот у нас также имеется ликвидность. Я напоминаю, ниже вот этих уровней. И мы запросто можем сходить еще ниже, поэтому имейте это в виду. И плюс вот здесь она также. Ну, то есть, это видно, что одни и те же уровни поддержки. Плюс, потом, ниже и данных уровней пролить, я думаю, ниже 1000 долларов. Мало кто ждет. Ну, может быть, по 800-600, но по 300 долларов мало кто ждет ETH. Хотя, это вполне возможно, если биток сходит ниже 10 тысяч долларов. И, по сути, как таковой медвежки еще и не произошло. То есть, мы откатились тут всего лишь, я уже показывал, на минус 80%. Да, это тоже существенно. Я не спорю, можно было набирать эффект там по 1000, по 1200. Но, если глянуть, что у нас было в 2018 году, в 2019, то мы падали вплоть до минус, там, как минимум 90%. Поэтому, имейте в виду, что если сравнить с данными отметками, мы можем упасть вплоть как раз до 400 баксов, как минимум. Ну, хотя бы на 500 точно. Поэтому, имейте это в виду. И, я считаю, как минимум, разочарование, какой-то депрессии, что криптоскам уже все, нет смысла закупать. А на фоне того, что грядут какие-то, может быть, инфекционные болезни, вот, вы понимаете, какие там вторые волны, первые волны. Вот, и, соответственно, может быть даже кризис, который уже чувствуется в Европе, в СНГ, он и не заканчивался. В США его пытаются скрывать, но, как мы видим, у них это плохо получается. И уже они, как бы, дали заднюю и сказали, что, скорее всего, он есть, там, инфляция, все плохо. Но, как бы, если будет кризис на уровне с 2008, а то и поклеще, то крипта запросто валится, там, на 99%. Ну, на 90% как минимум, поэтому, имейте это в виду, и альты повалятся очень сильно. Поэтому, будьте готовы, опять же таки, продавать, там, свои монеты нет смысла. Если вы закупали их по определенным целям, допустим, вы закупали даже эффект по 2000, но у вас была цель десятка, то какой смысл его продавать? Ну, никакого, абсолютно. Поэтому, естественно, ходл, вот. А если вы надеетесь, что, типа, вы, там, продадите сейчас, там, в ноль, либо в небольшой минус, а потом докупите здесь, ну, во-первых, вы 100% не можете знать, а, во-вторых, какой смысл тогда было закупаться вот здесь? Ну, логично, логично. Вот, поэтому, имейте в виду, ребят, всем удачи и всем богат. Проект, в котором я зарабатываю высокую прибыль, и который не только словом, но и делом доказал свою надежность, и высокую прибыль от инвестиций, это amolix.io. Ссылка на проект в описании под роликом. Продолжение следует...